Три, два, один! Для нашего печенья нам понадобится минимум продуктов, как всегда, и максимум вкуса. У нас тут творог и масло. Добавлю к ним сразу, у меня, я натерла цедру апельсина и щепотку ванили. Сюда тоже отправляю сразу к ним. Все это надо хорошенько растереть. У меня творог 5% 300 грамм и 100 грамм масла. Все это я разотру в общую массу. Вот так соединила все вместе, масло с творогом. И теперь сюда же я отправляю муку. Муку, как всегда, я всю не буду сразу добавлять. Сюда муку и разрыхлитель. Просеиваю муку. Разрыхлитель, чайная ложка и 250 грамм муки. Сколько уйдет, посмотрю. И все, это опять замешиваю тесто. Вот такое тесто получилось. Я его долго не мешу, чтобы... Не надо, в общем, долго. Его надо собрать в комок, не надо долго месить. Делю на две части, на два колобка. И уберу в холодильник хотя бы на полчасика. Самое долгое вот, подождать, пока в холодильнике оно отлежится. Пакеты в холодильник. Через полчаса продолжим. Кстати, муки у меня осталось еще грамм 50. Потому что творог всегда разный, мука разная. Поэтому никогда я не добавляю сразу всю муку. Помимо того, что тесто получается воздушнее, если сразу всю муку не добавляешь. Еще и зачастую муки уходит меньше, чем идет в рецепте. Все, я отправляю это в холодильник. Через полчаса встретимся. Достала тесто из холодильника. Минут 40 прошло, а не полчаса. Ну, не важно. Минимум на полчаса кладите. Теперь надо раскатать два круга. Как раз эту муку я на подпыл использую. Которая осталась. Раскатываю круг. Ну, вот так я раскатала тесто. Вот такой толщины. Оно у меня не сильно тонко. И диаметр круга получился 30 сантиметров. Примерно. Теперь разделить надо это тесто на несколько частей. На треугольнички, на сегменты. Я взяла вот такой ножичек. Сначала поделю на 4 части. И, в общем, это уже знаете, как делить тесто. 4, 4, 8. И еще каждый кусочек поделю пополам. Хочу они, чтобы были такие маленькие, нежненькие. Чтобы, как говорится, на зубок. Можно сделать покрупнее. Это уже дело вкуса. Все, разделила. Теперь надо вот эти серединки тоже сделать в прорези. Серединка вот тут. На кончиках. На серединке. На кончиках каждого треугольничка. Не прорезайте до конца вот сюда, к кончику. А вот оставляйте расстояние до вот этого конца, до серединки. И вот так режете. Если у вас нож более рифленый, будет смотреться еще красивее. У меня не очень большие волны тут. Так вот нарезали все на сегменты весь круг. И теперь сверху я посыпаю коричневым сахаром. Если коричневого нет, можно обычным сахаром, белым. Это не принципиально. Так как у нас тесто пресное, поэтому посыпаем сахаром. Хоть немного-то сахара нужно, а то будет невкусно. Можно орешками присыпать, можно уже это чем вам нравится. Я сегодня готовлю вот такие простые, без никому. Только с сахаром. Так рукой прям распределите по всему кругу. Где мало, можно добавить. Где много, вот так разнести. Все. И теперь скручиваем маленькие рулетики, рогалики. Вот так. И кладем вот так, этим краешком, кончиком вниз. Можно его чуть-чуть вот так прижать. И сюда скручиваем пластик. Вот эти я разрезала, чтобы они красиво смотрелись. Да, чуть-чуть разрезики эти будут придавать вид. Какие-то будут чуть побольше, какие-то поменьше. Ну, примерно все небольшие. Уже красивые, правда? Все-все поскручиваем. А потом на противень. Противень, кстати, я выстелила бумагой. Не сказала пергаментной. А духовку включила разогреваться на 180 градусов. Вот как досталось сейчас тесто с холодильника. И сразу включила духовку. Пока я сформирую рогалики наши. Духовка разогреется. Можете джемом, кстати, помазать. Если вам не нравится вкус апельсиновой цедры, вкус апельсина в выпечке, можете просто ванилин добавить. Ванилин или ванильный сахар. Что есть. Первый круг я выложила. То, что раскатала. Наши эти мутаки, рогалики. И точно так же раскатываю второй шар. Края неровные получаются, потому что тесто, да, у нас холодное такое, творог, все это мы его долго не вымешивали. Поэтому в конце вот так просто подровняйте, и все, и оно будет ровненько. Можно даже обрезать ножичком, если нехорошо, неровно получается. И потом в серединку еще раз раскатать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, они такие красивые, уже аппетитные, даже сырые. Все, отправляю в духовку на 180 градусов. Минут 20-25 должны выпекаться. Наша красота готова. Если любите послаще, можно еще горячими присыпать сахарной пудрой. Если не хотите послаще, пусть остынут. Можно вообще не посыпать. Но я люблю, чтобы такая выпечка была посыпана сахарной пудрой. Сейчас чуть-чуть остынет, я выложу на блюдо и покажу вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая красота у нас сегодня с вами получилась. Я думаю, что все этот рецепт знают еще с далеких советских времен. Но все новое, это хорошо забытое старое. Поэтому я вам напомнила. Любому чаепитию, хоть к празднику, хоть к не празднику, хоть не к празднику, очень вкусно и быстро, самое главное. И полезно еще, что очень важно. Весь рецепт, как всегда, найдете в описании под видео. Нажмите там на слово «Еще», и внизу откроется рецепт. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Хочу сказать всем большое спасибо за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Желаю вам мирного неба над головой. Будьте добрее, будьте счастливее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok